Сегодня в Государственном Совете проходит заседание нескольких парламентских комитетов. На повестке дня ряд серьезных вопросов, что в конце января будут рассмотрены на сессии. Сейчас в парламенте работает мой коллега Дмитрий Фторов, он присоединяется к нам в эфире. Здравствуйте, Дмитрий. Что сегодня обсуждают народные избранники? Добрый день, Айголь. Повестки дня во всех депутатских объединениях достаточно насыщены. Так, Комитет по законности и правопорядку, который завершился буквально только что, сегодня рассмотрел несколько федеральных законопроектов, рекомендовал скорректировать Республиканский кодекс об административных правонарушениях, чтобы привести его в соответствие с аналогичным российским, и не без искусств рассмотрел кандидатов в квалификационную коллегию судей республики. Она утверждается сроком на два года, и в её состав, как правило, входят известные юристы, правоведы и служители Фемиды. Сегодня парламентариям предстояло утвердить семь членов, шесть из которых уже были в предыдущих составах. Главная задача этой коллегии – подобрать достойный кадр для судебной системы и выполнить роль так называемого арбитра в самых противоречивых и спорных делах. Они имеют право досрочно прекратить полномочия судей при наличии на то достаточных оснований. То есть они, вот семь и плюс еще четырнадцать, которые назначаются от судей общей юрисдикции, от миральных судей, от арбитральных судей, от президента представителей, они как бы могут решить судьбу судьи и, соответственно, прекратить досрочно его полномочия, как судьи. Без острых вопросов не обошлось. Депутаты попросили будущих членов квалификационных коллегий быть более внимательными к подбору судей и вникать в их биографию. Были случаи, когда парламенту предлагали утвердить в должности мирового судей человека, который систематически нарушал правила дорожного движения. В итоге все семь персоналей прошли предварительный отбор и теперь должна утвердить сессия госсовета в конце января. О том, насколько эффективно используются министерствами энергоресурсы, сейчас речь идет на Комитете по экономике, инвестициям и предпринимательству, а на заседании Комитета по культуре, науке и образованию и национальным вопросам, которые также проходят здесь, в парламенте, в эти минуты. Центральная тема – проверка целевого использования бюджетных ассигнований, выделенных на строительство и ремонт детских садов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...